В преддверии политических совершений лихорадят сейчас и Европу, во Франции оппозиционеры выходят нашествие до избрания президента. Я напоминаю, там остается чуть менее двух месяцев. Не за горами, кстати, день голосования и в США. Парад выборов в этом году и в странах Содружества, выборов самых разных парламентских и президентских. Главная интрига по-прежнему в Молдове, в стране, которая вот уже третий год живет без избранного лидера. На этой неделе объявили кандидата отправящего альянса. На этот раз им стала Вероника Бакалу. Когда-то она была вторым человеком в Национальном банке республики. Однако последние 10 лет живет в США и работает в Международном валютном фонде. Пока партии спорят насчет этой кандидатуры, исполняющей обязанности президента Мариан Лупу пригрозил распустить парламент, если к середине марта дата выборов так и не будет назначена. А вот на Украине Верховную Раду обновят наверняка. Там парламентские выборы состоятся уже осенью. Они пройдут вместе с избранием мэра Киева. Всех кандидатов на пост градоначальника обещает побороть Виталий Кличко. Чемпион мира по боксу и лидер партии «Удар» по наблюдениям политологов стремительно набирает и в политическом весе. Впрочем, победу нокаутом политику от спорта пока никто не гарантирует. К тому же на слуху прошлое поражение Кличко. В 2006 он уже пытался занять кресло киевского градоначальника, но проиграл Леониду Черновецкому. Леня Космос, как еще называют мэра Киева, известен скандальными высказываниями и нелепыми интервью. За все время при власти Леонид Черновецкий не подписал ни одного документа. Все подписи были поставлены с фоксимилии или через трафарет. Де Юра, действующий градоначальник, около года назад полностью устранился от управления украинской столицей. Его местонахождение неизвестно, а Киевом де-факто руководит Александр Попов. Редактор субтитров А.Семкин